Здравствуйте, уважаемые жюри! Меня зовут Корякан Юлиана, ученица 9 класса, величанский лицензий Тернат. Позвольте представить заклад на тем применения среды по быстрой разработке приложения Лазарс по разным учебным предметам. В настоящее время программирование стало одним из новых стандартов грамотности. Современные предприятия стараются всю основу работы выполнять с помощью информационных технологий. Цель работы. Разработать приложение на среде Лазарс по учебным предметам в опознавательных целях. Задача. Изучить теоретические основы программирования и среды быстрой разработки программ Лазарс. Собрать материал для создания приложения. Создать приложение, используя среды быстрой разработки программ Лазарс. Лазарс. Свободная среда разработки программного обеспечения на языке Паскаль для компилятора FreePascal. Далее в этом слайде показаны рабочие среды трех программ для изучения программирования. Первое окно FreePascal. Второе окно Delphi 7. И третье окно Lazarus. Мы сравнили среды программирования Lazarus и Delphi. Delphi плюс. Более быстрой разработки приложений. Минус. Платная после Delphi 7 испортилась в плане удобности. Lazarus плюс. Открытый исходный код среды разработки и бесплатный. Минус. Мало компонентов. Lazarus состоит из нескольких окон. Первое. Главное окно. Здесь находятся наши компоненты, панель инструментов. Второе. Инспектор объектов. Здесь мы можем поменять свойства наших компонентов. Например, цвет, размер, имя компонента. Третье. Редактор форм. Предназначен для редактирования форм, положения и размеров компонентов. Четвертое. Редактор кода. Здесь мы пишем наш исходный код, то есть программируем. И пятое. Окно сообщений. Выводит ошибки. В начале летнего курса мы изучали материалы по программированию и среду Lazarus. Далее создавали более простые приложения. Изучив основные команды и компоненты, мы разработали приложения по разным предметам. Первое приложение по биологии. Антония человека. Мы нажимаем на разные органы и нам выводят сообщения. Далее по предметам математика. Мы создали приложение, которое вычисляет квадратные уравнения. Мы вводим переменные. А по физике мне понравилась тема ускорения, поэтому мы создали предложение, которое находит ускорение. Мы вводим скорость и время и нам вычислять ускорение. В химии мы сделали помощник элемента. В таблице подобрали несколько элементов. При нажатии какого-то элемента ты сразу узнаешь название элемента, порядковый номер, период, группа, подгруппа, атомная масса, металл или не металл. А по предметам истории и русский язык мы создали тест. По истории у нас 7 вопросов, и по каждым мы выбираем правильный вариант ответа. По каждому правильному ответу зачисляется балл и в конце выводит к оценку. И по русскому языку тоже. То же самое. Выбираем правильный вариант ответа и получаем оценку. На основании проведенной работы были получены следующие выводы. Применение среды лазарств для создания приложений обращает нашу работу. Является наиболее подходящим вариантом для изучения программирования и создания приложений. Мы собирали материалы нашего доклада из разных источников. Спасибо за внимание.